Уважаемый зритель! В СКР по Пермскому краю лишь заявили, что на его теле не обнаружено травм криминального характера. Начато расследование. Кроме того, для выяснения обстоятельств смерти осужденного в Пермский край выехала комиссия ОВСИН России. Адвокат Вагина Андрей Бузев заявил, что не верит в версию о самоубийстве его клиента и отметил, что тот жаловался на поступающие ему угрозы. В частности, когда он еще находился в ИК-10, оперативники угрожали ему переводом в ИК-11, известную тем, что там ломают воров. В итоге, Вагина все-таки перевели, а спустя несколько дней нашли мертвым. Отметим, что именно в этой колонии в 2016 году, по официальной версии, совершил самоубийство другой вор в законе, Максим Новиков, Макс Пионер. Вагин оставалось сидеть меньше трех лет и, по словам того же адвоката, никаких суицидальных наклонностей он не проявлял, наоборот, встроил планы на жизнь после освобождения. Вор в законе был осужден по обвинению в покушении на убийство сотрудника полиции. В 2009 году он приехал на выручку своему другу-минус-положенцу Сергею Тишкову, у которого в кафе Сохо в Нижнем Новгороде возник конфликт с компанией кавказцев. Поводом для разборок на улице стала женская сумка, якобы украденная у одной из знакомых Тишкова. Вагин с несколькими мужчинами подъехал к кафе на Бентли и БМВ, и, увидев разбитое лицо друга, сразу пошел разбираться к обидчикам, ругаясь и размахивая небольшим ножом. Кавказцы стали убегать, а вагон, погнавшись за ними, напал на стоявшего входа случайного посетителя. Позже выяснилось, что это был профессиональный кикбоксер Федор Лучинкин, проходивший переподготовку в Нижегородской академии МВД. На помощь Лучинкину пришел и его брат Александр, вместе с которым они обезвредили вагина, повалив его на землю. Однако, в ходе драки тот все же успел нанести Федору резаное ножевое ранение груди. Полицейский вместе с братом смог добраться до близлежащей больницы, где ему оказали первую помощь. Когда вор в законе узнал о личности потерпевшего, то, как сообщало следствие, сбежало в Дубай, ОАЭ. Вагина объявили в международный розыск. В августе 2014 года его задержали и экстрадировали в Россию. В 2015 году ему вменили в вину умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, и назначили наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. На судебном процессе арестованный законник заявил, что даже не думал об убийстве незнакомца, к тому же он извинился перед потерпевшим за ножевое ранение. В марте следующего года приговор был обжалован, а апелляционный суд изменил осужденному наказание на 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Коронованный в 1995 году уроженец Калининградской области Владимир Вагин считался одним из наиболее влиятельных представителей славянского крыла воровского клана Деда Хасана. В 2012 году в вагон вместе с другими известными ворами в законе попал под санкции Минфина в США в числе участников транснациональной преступной организации «Братский круг». Подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok